Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня 31 год, купил велосипед, но внутри есть блок и стесняюсь выйти из дома и ездить на велосипеде. Я думаю, что люди будут меня осуждать, либо усмехаться, что я свои 31 съезжу на велосипеде. Не знаю, как убрать это чувство неловкости, не знаю, как выйти из блока, кататься на велосипеде, как не убрать это чувство теснения. Ну что же, давайте разберем ваш вопрос. Вам 31 год, вы купили велосипед, но боитесь выйти из дома и ездить на велосипеде, что люди будут посмехаться и скажут, что я в свой 31 год езжу на велосипеде. А вот, первое, что бросается в глаза, это то, что вы покупаете велосипед и думаете о, получается, других людях. Вот. Ну. Что это может означать? Да? Ну, я имею в виду, вот, вы сами как думаете? Что это может означать, что вы покупаете велосипед, да, чтобы на нем ездить? И думаете о других людях. То есть, здесь вот вопрос, он, ну, как бы, на мой взгляд, заключается именно в этом. Я думаю, что здесь противоречие. Вы чего-то хотите, и вы думаете о других людях. Вот, давайте мы с вами попробуем подумать. Когда вы, ну, покупали велосипед, да, чего вы хотели? Ну, то есть, вот, буквально, 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 покупаю велосипед. Как вы планировали использовать его? Как вы планировали использовать его? То есть, наверняка вы, ну, на что-то рассчитывали. Понимаете, да, то есть, у вас, грубо говоря, была какая-то потребность, вот, когда вы покупали велосипед, вы успели, вот, только непонятно, что это за потребность ваша. То есть, в этом смысле, не совсем, не совсем понятно, чего вы хотите, чего вы хотели. Чего вы хотели, вот, собственно, ну, через через велосипед. К чему, к чему вы стремитесь через велосипед. В общем, вы говорите о том, что вы стесняете людей, что они о вас подумают, вот. А что именно они о вас подумают и как, вот, то, что они о вас подумают, влияет, так скажем, на вашу вот эту самую потребность, вот. Ну, наверняка еще какое-то влияние есть. Да? Вот. А что это за влияние? Вопрос. Вопрос. Какого рода это влияние? Вопрос. А каким образом, то есть, ну, грубо говоря, как они обесценивают вашу потребность? Тоже. Вопрос. Тоже. То есть, тут, вот, больше вопросов о ЖМРВЕД. То есть, это первое, на что нужно обратить вам внимание. Свою. Дальше. Что такое стеснение? Ну, в целом. Что такое стеснение? Как, ну, в целом. Что из себя представляет стеснение? В целом стеснение из себя представляет подавленную злость. И, ну, я бы сказал, подавленную, такой, ну, протест, если хотите. Вот. То есть, ну, грубо говоря, вы запрещаете себе высказывать, да, ну, недовольство, условно говоря, людям, ну, вот. Значит, если, если это у вас подавленная злость, то нужно постараться увидеть. На кого? То есть, где впервые у вас возникло, возникло подавление своего протеста и злость на людей? Вот. Где вы уступили им людям? Да? Вот. Вместо, ну, вместо себя, по сути. Вот. Вот. Я думаю, что на это вам как минимум имеет смысл обратить свое внимание. Вот. Вот. Ну, вот на эти вещи, на мой взгляд, вам нужно обратить свое внимание. Вот. Для чего? Чтобы как раз понимать, откуда что происходит. Вот. 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 Ну, вот ваше. 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 Случай. Чтобы понимать, как и что происходит. Найти эту злость, выразить ее, собственно говоря. И смею вас в таком случае заверить, что вам будет легче, вам будет проще. И смею заверить вас в таком случае, что вы сможете для себя открыть в той или иной степени новые возможности. Вот. И я думаю, что это даст вам, ну, такие вот, на мой взгляд, да, серьезные шансы на то, чтобы не стесняться. Так, как вы это делаете. Ну, вот. Сейчас. Можно также понимать еще одну серьезную деталь, это то, что стеснению не дается. просто так, вот. То есть, ну, то есть, то есть, вот. Если вы стесняетесь, то это никогда не просто так, это у этого всегда есть, так скажем, причина. То есть, вам это для чего-то нужно, для чего-то вам нужно стесняться. Вопрос заключается только в том, какую выгоду вы получаете от того, чтобы, ну, не делать того, что вы хотите, подавлять себе это, подавлять себе это, ну, и так далее. И лично я думал, что вы это делаете, то есть, запрещаете себе. Именно потому, что боитесь, ну, выйти из какого-то вот, из какой-то своей зоны комфорта. Вот. Боитесь выйти за пределы привычного для вас образа жизни. Ну, испытываете какой-то страх, а вы тут надо сказать, что абсолютно это нормально, что вы, ну, что вы это чувствуете абсолютно нормально, что вы можете бояться. Вот, только, ну, а сейчас вы прячетесь, по сути, а вы прячетесь сейчас вот за страх, ну, свои проблемы. Вот. И, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится. Вот. А пока, в частности, вы нам, да, вот, говорите об этом, что я вот людей стесняюсь. Да. То есть, то есть, понимаете, в чем штука, если бы осяснение людей для вас было бы чем-то вот таким руководящим, да, то есть, ну, если бы для вас это было вот, грубо говоря, чем-то прямо важным. Вот. То, велосипед вы бы не купили, вот, потому что вы бы сняли людей, а так получается, что вы об этом стали думать только когда купили велосипед. Вот. Ну, это же, это же не случайно, понимаете. Ух, это совершенно не случайно, на мой взгляд, повторю. На мой взгляд. Естественно, я ничего не пытаюсь здесь как-то сказать, да, ничего не пытаюсь сейчас вам навязывать. Вот. Ну, моя задача заключается в том, чтобы просто обратить ваше внимание на это хотя бы. просто показать, просто показать, что есть еще, да. И вот такой аспект, с которым хотел, ну, с которым хотелось бы, скажем так, вас познакомить. Вот. Вот, пожалуй, так я мог бы вам ответить. А, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения профессиональной этики. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен, естественно, за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать и сформулировать основные постулаты для работы. над собой. Вот. Ну, я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам это пригодится. Удачи. Удачи. Удачи.